Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш вопрос, который вы задаете. Почти год назад я разошлась с молодым человеком, пишите вы. Встречались около трех месяцев, но чувства к нему были очень сильные. Очень сильная привязка к нему была. Съездили с ним и его родителями в отпуск. После приезда он озвучил мне, что сомневается в наших отношениях с подтекстом, что пора расходиться. Я был в ступоре, не знаю, как вообще мне реагировать на это, но наши отношения продолжались еще месяца два, и осенью мы разошлись окончательно, так как мне просто надоело его все время куда-то вытаскивать из вас. Да и он меня постоянно подкалывал, но с тех пор у меня остался неприятный осадок. Я переживаю это как личное оскорбление. Потом я узнал, что якобы против отношений выступила его мать, он послушал ее, но я переживаю за другое. Прошло достаточно времени, чтобы отпустить эту ситуацию и жить своей жизнью. Искать себе подходящего кандидата, а эту историю придаст забвению. Но и тут проблема, я однокомлюсь в интернете, несколько раз сходила на свидание, но ни с кем так не смогла ничего построить. В основном сходили погулять один раз и все. Две мои подруги учат долгое время в отношениях, у них все хорошо. Начинают думать, что со мной что-то не так, может я слишком придаю этому значение или что-то другое. Да и мой бывший МЧ постоянно транслирует в сети, как у него все хорошо. Развращает, если честно. Да и подруги говорят, что я слишком загоняюсь по нему. Длительное чувство обиды не покидает меня. Хотя к нему я вообще никаких чувств уже не испытываю. Но иногда думаю о мести, хотя глупо все это. Прошу вас в помощь и хочу понять, как мне избавиться от этого негативного состояния. Спасибо. Основное впечатление, которое у меня возникло от вашего текста, связано с тем, что вы имеете очень узкую, скажем так, полосу своей ценности, как будто бы. То есть, у вас есть как будто бы сложность с тем, чтобы чувствовать себя ценно. И как будто бы вся ваша ценно сводится только к вашей гендерной позиции, то есть к вашему гендеру к женщине. Вот. Мне кажется, что в целом вы позиционируете себя по жизни сейчас исключительно только как женщина. не как личность, не как субъект какой-то деятельности, не как социальный какой-то субъект, да? А именно только как женщина. И, на мой взгляд, в этом и заключается основная проблема. Теперь, вы говорите, что переживаете, считаете это личным оскорблением. Для начала не совсем понятно, что именно вы воспринимаете, как личное оскорбление. Это раз. два. Как именно это задевает вас, и не совсем понятно, как вы на это отреагировали. Есть ощущение, что при такой вот тенденции испытывать довольно сильно чувство обиды, да, или оскорблённости, вы как будто бы не особенно сильно выражаете это чувство, проживаете его. Мне хочется спросить, а как вы выражали то, что вам как-то было плохо, да, что вам было обидно и так далее? Что, в принципе, более чем нормально, пожалуй, потому что расставание не самый такой приятный момент в жизни любого человека. И чувство обиды, которое вы испытываете, на мой взгляд, абсолютно нормально. Но вопрос в том, как вы с ним обошлись, как вы с ним обратились, и обратились ли вы с ним вообще. Вот, на мой взгляд, вы с ним вообще не обратились, и не выглядели его, из-за чего оно вас в целом и грызёт, из-за чего оно в целом вас как бы продолжает, что называется, телеть. Ага, значит, это вот первый момент. А второй момент, как вы относились к молодому человеку? Как вы его воспринимали? Как вы его увидели? Что вы его чувствовали? Почему вас задевали его подсколки? Нет, я не к тому, что вы должны позволять по отношению к себе какие-то слова, фразы, выражения, которые вам не нравятся. Я не об этом. Я больше, наверное, о том, что если вас его подколы задевали, то нужно увидеть, как именно это происходило. И если у вас, судя по всему, проблемы с самооценкой, то есть вы себя как-то вот принижаете, обесцениваете и так далее. Ну и проблемы выражения агрессии, на мой взгляд, тоже здесь присутствуют. Может быть, еще у нас есть страх остаться одной, и это происходит как из того, что вы не слишком, не слишком, как я уже сказал, чувствуете свою ценность, да, из-за этого вот происходит то, что происходит, к сожалению, у нас. Вот. Ну, а желание миссия — это просто невыраженная злость и агрессия, которая подозревается довольно легко, если вы постараетесь визуализировать то, что вы сделали с молодым человеком. Самое главное в вашей ситуации — это увидеть, чем так сильно вас задел и оскорбил отказ молодого человека быть с вами в отношениях. Вы восприняли это как отвержение. И мне очень интересно знать, почему. Совершенно очевидно, что если вы восприняли это как отвержение, то речь идет не о ваших чувствах к молодому человеку, а речь идет больше о его чувствах к вам и о важности этих чувств его для вас. То есть акцент вы делаете не на том, как вы относитесь к человеку, а на том, как он относится к вам, из-за чего, по сути, вы не акцентируете свое внимание сейчас на том, что вы к нему чувствуете. К примеру, если вы его любили, допустим, то что так было бы в первую очередь это принятие, а во вторую очередь это выинтересованность в развитии человека. И если так вычисло, что он решил быть не с вами, значит ему без вас лучше. Да, вы говорите, что его мама выступила против отношений и он согласился, но означает ли это, что он не хотел вступать в конфликт с мамой? То есть для него получается конфликт с мамой важнее вас. И конфликт с мамой был бы для него менее комфортен, нежели чем вот отношения с вами, да? Например, то есть Джек выбрал то, что ему лучше и для любящего человека, если вы его любили через грусть, но есть возможность принять такой выбор, такое решение, скажем так, мужчины, да, например. У вас же здесь идет непринятие этого. И нет, речь идет, конечно, не о том, что вы должны как-то принимать его, ну его решение. Речь идет о том, чтобы увидеть ваше чувство к нему и понять те потребности, которые лежат в основе их. Причина, по которой вы, так скажем, застряли в мыслях о нем, это именно сложившийся образ бодренности. И ваша убежденность в том, что только этот молодой человек может дать вам то, чего вы хотите. То есть вот, ну, грубо говоря, реализовать какие-то ваши желания. Если помните, я чуть ранее говорил о том, что вы как-будто досводите всю свою ценность только к гендеру. Так вот, возможность для нас, это была возможность реализоваться как женщину. Но с другими мужчинами вас не получается. С другими мужчинами это не получается. Это значит, вы наделили этого мужчину, своего бывшего молодого человека какими-то качествами, которые, скорее всего, являются проекцией ваших собственных потребностей, желаний и, может быть, даже фантазий и мечтаний. Это нужно выделить, это нужно сформулировать. И нужно, как бы, имплементировать это в вашу, ну, вашу собственную модель поведения. Да? Вот. Сейчас ничего этого не происходит. И добавляться вот в негативное состояние, из-за того, чтобы его просто не было, наверное, не стоит. Его нужно прожить, его нужно научиться выражать, и из него нужно выделить для вас ресурс. Потому что негативное чувство – это ресурс, которым вы не умеете распоряжаться. Ну и, понятное дело, что те представления о себе, которые есть у вас сейчас, не вкладываются в то, какая вы едете на самом деле. Именно поэтому некоторые негативные чувства являются таковыми. Да? То есть, вероятно, вот сейчас это больше такая область предположений, но то, что вы хотите отомстить, с одной стороны, да, не очень хорошо и, как вы говорите, глупо. Но, с другой стороны, то, что вы называете это глупым, означает, что вы обесцениваете свой порыв. Это означает, что если вам хочется проявить активность или проявить агрессию или выразить, проявить свои личные границы, вы, вероятно, так не посчитаете это глупым. То есть, это, по сути дела, идет при подавлении себя, ну или самоподавлении себя, как хотите это называть. Вот. Поэтому, нужно в первую очередь составить более четкую, наверное, картину о вашей проблемной ситуации. Нужно лучше понять, что именно вас задевает, нужно лучше понять, как бы, за счет чего вы придаете важность такую молодому человеку или его словам, или так далее. Нужно увидеть, в чем вы не уверены в себе, что вас легко обесценить, и нужно прожить те негативные чувства, которые у вас есть. Это легко достаточно делается, если есть приемы определенные. Вот. Только нужно понимать, что там, как бы, ситуация такая, что вот сколько нужно выражать человеку, столько нужно. То есть, будут иметь место повторения, быстрое место возвращения какие-то куда-то назад. То есть, это абсолютно нормальная тенденция, процесс этот не быстрый. Вот. Ну, в целом, самый лучший способ решить вашу проблему, да, пойти на психотерапию и, в общем-то, начать последовательно нашему разбираться. Вот. В заключении, что бы я сделал? Я, наверное, дал бы вам рекомендации такую, да. Вот. Поставайтесь максимально формулировать ответы на эти вопросы, которые я задал. Ну, я думаю, что уже одна формулировка и этих вопрос, ответов на вопросы, позволит вам лучше увидеть свое состояние, лучше увидеть, как бы, то, что вас волнует. Это может послужить хорошей точкой отсчета. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Удачи. Всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу и сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Харкет в порядке. И, вarsa, мы можем их узнать сегодня так вам здесь. Мы всем пока-давай. Продолжение следует...